Вставьте сюда очередное вступление про то, как чел познакомился с черепашками ниндзи. Вставляем. Ещё до того, как появятся таинственные новомодные ДВД диски и захватят весь рынок, моей душе и сердце надолго запали старые добрые кассеты с черепашками ниндзи 80-х. Собственно, именно благодаря ВХС мне открылся чудный мир черепашек. Комиксов у меня не было. У меня не было. А вот видак и телек были. Ровно как и китайский клон Nintendo Entertainment System под названием Дэнджи. С вами Сумочкин. А это мои новые мысли. Давно их не было. Пора уже наконец-то открыть мою головку, покопаться там и порыться. О классических играх про черепашек ниндзя. О классических, как будто бы есть модерновые и бумовские. О играх про черепашек ниндзя 80-х. Именно о тех, в которые я играл. Прям про все рассказывать, конечно же, не буду. От самой первой до последней Shredder's Revenge. Вот так вот. Однако сегодня я поделюсь с вами не только рассказом про черепах, но и про конструктор чехлов Gaze Place. Нравятся черепахи 80-х? Прошу. Двухтысячных, да ради бога. Всё на ваш вкус и цвет. И даже с вашим любимым обзорщиком чехольчик найдётся. Быстро и удобно. Хоть для себя, хоть как подарок ближнему. А главное, что ваш чехол с вашим уникальным дизайном без проблем доставят куда угодно. Хоть в канализацию. А по данному промокоду ещё и скидочка полагается. Ссылка на конструкцию чехлов Gaze Place в описании. Переходите и создавайте чехлы своей мечты. Я вот уже один создал. Начнём тогда по хронологии. Первая NES игра. Да? Как я уже неоднократно говорил, я не помню, откуда у меня появился карик. Дело тогда было в садике. И мы постоянно обменивались с друганами то одними играми, то дорогими. Интересно, можно ли вообще друзей из садика назвать друганами? Да, друганы по горшку. Появляется у меня, значит, безымянный карик. Ну, то есть, на нём то ли была всратая обложка, которая не говорит ничего, то ли её и вовсе не было, была просто плата. Я уже нихрена не помню, помню просто факт. Я её, значит, вставляю, свою железную Дэнди. И вижу вот этот экран. Ху-у-у, знаю, что он вообще значит. Похоже на типичную китайскую рекламу по увеличению черепашьей силы по ночам. И что бы вы думали? Нажимаем старт и вуаля! А, не, 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 не вуаля, потому что вид сверху, какой-то город, какое-то зелёное существо. И всё равно никогда не понятно, за кого мы нахрен играем. А вот уже зайдя на 2D уровень канализации, всё встает на свои места. Это те самые лягушки-каратисты. Да, это оказалась игра про черепашек-нидзи. От Konami, Ultra Games. Ну, всю эту историю я рассказывать не буду, это не имеет отношения. Ты, какая разница, потому что к нам на СНГ рынок эта игра всегда попадала практически в своём чистом, японском, непонятном виде, в котором, вот, сообразить, чё вам делать, куда идти, и что постоянно говорит стрёмный учитель в меню, ну, вообще нихрена невозможно догнать. И, увы, такое проблематичное во всём, не только в локализации, эта игра для меня и осталась по сей день. Я её так ни разу и не прошёл, и на то есть много причин. Ах, причудливое управление, к которому нужно привыкать, а я не привык. С этими, ой, еб***ь в рот прыжками. Огромный спавн мерзких врагов, то и дело норовящих отрывать вам задницу, а хит-детекшн в игре что надо. Всего две полезные черепахи Леонарной и Донателло, радиус оружия которых позволял хоть как-то противостоять этим сумасшедшим врагам, а Раф и Майки, ну, просто бесполезный расходный материал. И самая моя главная причина, не знание куда нахрен идти и что делать. Ну, типа, в целом, первый, условно говоря, мир разгадать можно. Там просто тыкаешься во все люки, все двери, заходишь, и рано или поздно находишь что-то. Ну, вот второй. Все. Все. Дальше него я не видел ничего в этой игре, и вы уже догадываетесь почему. Еб***ь электрические водоросли под водой на время. Это и сейчас-то для меня сложно, сука. А тогда я в душе не е***ю. Че вообще надо было делать? Куда плыть? Да еще и на время. Это был финиш. Все. Черепахи дохли как мухи. А ими, вы можете переключаться через меню. Если одна сдохнет, то все, она сдохла навсегда. Вернуть ее можно, только если найти где-то там на других уровнях. Но для меня это уже бред и нереал. Тратятся все черепахи? Вам дают еще один шанс? И вы снова их тратите? Гейм овер. Начинай все с самого начала. И пусть сейчас я уже, можно сказать, геймер. И пусть мы теперь обладаем технологиями. Ютубом там, гайдами. Все равно это детская травма. Это непреодолимое чувство растерянности. Вот это берет надо мной вверх. И я вот не могу себя заставить пройти эту игру. Хотя уже сотню раз смотрел и стримы по ней, и прохождение и прочее, прочее. Ах, ебучие бомбы под водой на время с электрическими водорослями. Господин японец, который это придумал, спасибо. Зато музыка в игре чудовски хороша. Прям бери, вставляй на фон, пока говоришь то, что сейчас и происходит. И что, забавно, тема черепах 87-го года в ней тоже есть. Хотя игра в открытую, конечно, не заявляет по мультисериалу она или нет. Обложка так вообще полностью комиксная, с красными повязками. И как вообще понять, что эта игра оказывается немного по мультисериалу? Да, мутант, мутант. Немножко и от того, немножко и от всего. И горящий мужик с бензопилой. Такой тоже в комиксах был. Вот. А следующая игра. ТМНТ. Сука, мне вообще можно так говорить? Ладно, черепашки-ниндзя 2 аркейд-гейм. Вот она с порога кричит о чем она и о ком она. Ой, сейчас будем предаваться воспоминаниям. Всегда обожал начальный экран. Никакой хуйни, ничего лишнего. Логотип и выбор игрока. Вы нажимаете старт и... Слышите этот прекрасный звук, знаменующий о том, что вот ваше начало началось... Ваша, блядь, сука, началось... Знаменующее начало ваших приключений. Вы выбираете черепаху. Теперь только одну и навсегда. И бэм! Заставка! Дом горит. Черепахи спешат на помощь. Играет их тема. И начинается первый уровень. Вот. Вообще игра является портом с аркады. Портом. Блядь. Портом с аркады она является. Но куда уж нам в нашей-то Сумкарии, Трансильвании, до аркадных-то автоматов. Не было ни хрена подобного. А вот железная Дэнди была. Поэтому ни слова про аркадные версии. Они красивые, да. Вот базару нет. Но созданы чисто ради выкачивания денег. Выбивая из вас все дерьмо безумной сложностью и наплывом врагов. Так что идут они весом. И эмуляции с бесконечными монетками. Порт все равно хорош. Типа, теперь это битэмап. Первую игру, конечно, можно тоже так назвать. Но она больше экшн-приключения. Какое там, блядь, нахуй приключение? Сюда! Это травма, ребят. У вас есть удар вашим оружием. Который вы можете шик-шик-шик-шик-шик-шик. Удар в прыжке с ноги. И суперудар. Врагами зачастую выступают солдаты фут. Слава богу, не мужик с пензапилой. Коим всегда нужно два удара для победы. Однако, напрямую вы их затыкать не сможете. Ибо они начнут отбиваться. Тогда стоит попробовать в прыжке. Ну и тут может быть подлянка. Вот тут-то и приходит на помощь суперудар. Я тоже, как и многие, типа, не сразу узнал о данной фишке. Но все равно довольно быстро раскусил, что к чему. Собственно, вот и вся игра. Одновременное, ну или скорее плавное нажатие пальца с кнопки удара на прыжок. Совершение суператаки. И все солдаты помирают с одного удара. Но не одними солдатами едины. Ростер врагов в игре преимущественно состоит из живности, показанной в мультсериале. А они, как опять-таки, в первой игре... Курищийся комужик. Комужик с пензапилой. Комары, блядь. Ай, тут вам есть еще эти уёбшки. Согуглю, кстати, наконец, как они называются. А зовут их Роткил Родни. Мирские сволочи, на самом деле. Их лазер еще можно выдержать. А вот плетка с последующим электрофистингом... О-о-о-о. Сразу четверть жизни в минус. Из-за чего я возненавидел этих сволочей. Есть тут и маузеры, кусачие. Да-а-а. И мухи эти летучие. И даже обезьяны-зомби со снеговиками. Вот им уже нужно больше, чем просто суперудар. Два суперудара! А иногда и три. Да. Игра в этом плане, конечно же, немножко не разнообразная. Просто берешь, всех затакиваешь суперударом и побеждаешь. А что делать? С ноги бьют, с руки бьют. А суперударом у вас есть парочка фреймов неуязвимости. Так что, такие дела. Хотя, тут, впрочем, на ваше же усмотрение. Тех же снеговиков и зомби-макак-низи-шиноби можно уделать и супером, и с ноги втащить. А вот с этой самой ногой, как раз таки, связана одна интересная вещь. Так же, как и у первой игры, у второй тоже есть несколько версий. Американская и японская. И вот как раз таки в японской версии, то бишь оригинальной, как и было задумано японскими разработчиками, удар с ноги тоже вышибает солдат с одного удара. А в американской нет. Из-за чего делаем вывод, что американская версия на кой-то черт еще и усложнена... Усложненная... Усложненная она, блядь. Хотя, сложность в игре и так на уровне. Вам дается-то в игре всего две жизни. И, по-моему, то ли один, то ли два конта. Эстрадите все и начинайте все с самого начала. А эстрадить-то довольно просто. Вас постоянно бьют эти самые солдаты, эти враги. Вы прыгаете на них с ноги, а они вышибают вас на поларену нахуй с кулака. Как это? Как это вообще работает? Постоянно берут вас захват и начинают обнимать. Бесконечно пи*** своими оружиями, ножами там, бумерангами, пи***ь снежками. Вообще, это как бы шикарная особенность. Находка этой игры, которой, насколько я помню, не было в мультсериале. То бишь, что солдаты фут разного цвета. И в зависимости от него, то бишь, от цвета, у них есть разное оружие. Это прикольно и по-своему забавно. Те же солдаты со снежками. Глупо, да. Но в духе мультсериала. Дух мультсериала, кстати, здесь, безусловно, повсюду. В локациях, в музыке, во врагах, в боссах. Музыка вообще прекрасна. В эру. Когда в играх про Человека-паука нет темы Человека-паука. Я это, б***ь, ненавижу. Ну что, мне обосраться, что ли, а? В игре про мультсериальных черепашек-ниндзя везде и всюду звучит их тема. И я с этого, ну, дико тащусь. Любимый трек, кстати, уровень на парковке. Да, и, в принципе, любимый уровень вообще. Интересная локация для сражений с солдатами фут с едущими машинами. Ещё хочу подметить, только я буду это подмечать, по всей видимости. Мне нравится тема Шредера. Не припоминаю чё-то я, чтобы таковая тема у него была в мультсериале, но здесь она есть. И я... Я без понятия, как вам её описать. И скажу, с ума, да действительно так звучит. И она мне реально вот зашла. Я её запомнил, и даже с детства, не ещё тогда, когда у меня развился музыкальный вкус, а вот прям с детства. И раз уж мы заговорили про Шредера, то грех не упомянуть и боссов в целом. Здесь их много. И Бибобс Рокстеди, и Бакстер Стокман тот же, в двух вариациях, на летающем толкане, и... И огромный голубой мужик в белых носочках, и красный огромный мужик в белых тоже носочках, и волчара, и Сноудина, и даже жирный кранг. Сейчас я подойду к красной двери, и она очень смешно отлетит. Одна беда, они все убиваются одним и тем же способом. Ударом с ноги, и никак иначе. Да и в принципе, игра не шибко-то и разнообразна в этом плане, учитывая то, что половину врагов вы тем же самым супером-то и уделываете. А вторую половину и так и сяк. Вот он вызывает свои камни. Я должен вот так вот по ногам бить, и об камень тоже сам не запинаться. То есть довольно интересно его бить. Когда получается. Ну бишь камни по бажке, Даня, я чё могу поделать? Просто в этот... Нет! Нет, мы не лохи! Мы не жалкие... Давай! Сдохни! Сдохни, ну, сдохни, пожалуйста. Есть! Ну, конечно, Крэнк и Шёдер это отдельная тема. Крэнк, он поражает тем, что он охренеть какой-то жирный. Жирнее каждого босса, встречного вами до этого. И вы его просто месите, месите, танкуете и танкуете. А он все не мехает и не мехает. Да, сука. Пиздить, пиздить, вы понимаете? Можно ли пиздить ногами? Конечно, конечно, а только ногами и нужно. А музыка такая, ебанная. И эта битва западает вам в душу на долгие годы. А Шёдер, он чё, он просто разделяется на двое. Вы сбиваете шлем с Кацплеера. И так постепенно вычисляете, кто из них настоящий. Продолжаете пиздить уже его. Главное просто не попадаться под его луч, иначе он просто превратит вас в обычную черепашку. А если я попадусь под этот луч, я превращусь в обычную сумку. Нет! И все-таки я люблю эту игру. Уж не знаю чем. Тем, что она была первой настоящей игрой про тех самых черепах. А не про, сука, мужика с принципиума. Тем, что музыка в ней была хороша. Или тем, что вы могли сразиться со злодеями мультсериала. И почувствовать себя ненадолго в этом самом бизарном мире. А может и все сразу. Ну! 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 Вот, время шло. И пришло к третьей игре. Тэммонатэ 3. Черепашки-ниндзя 3. Манхэттен Проджект. С ней у меня не все так однозначно. В детстве мне попалась особенная версия этой игры. И вы такие... С неубиваемым Шреддером? А я такой... Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Нет. С бесконечными жизнями. Ну как бесконечными, они конечно были конечными Просто их было так много, главное тратить В меру И благодаря вот этому самому факту Игра была расколота, ну прям моментально И я к этому привык А потому, когда я потерял тот самый картридж И получил другой, где жизни не было И надо было играть, представьте себе честно Я что-то неплохо так прихирел Ибо ну стало что-то сложненько Вторая игра была сразу в своем первозданном виде С двумя жизнями Хочешь, не хочешь, а заучивать, как и что, будешь А тут сначала посунули конфетку с шоколадом А потом отобрали весь шоколад и оставили с фандиком Абстрагируясь же от моих детских впечатлений То игра, ну, объективно, во всем лучше второй части Солдат стало больше и разнообразней Боссов стало на порядок больше И большинство из них опять-таки из мультсериала Уровней больше и длиннее И самое главное, динамичнее То там что-то отвалится, то там что-то сделается А то тут на вас что-то упадет И даже боевку-то они прокачали Теперь у каждой черепахи есть свои статы Кто-то бьет дальше, кто-то короче У каждой черепахи есть свой суперудар И у них тоже есть свои статы Например, суперка Майки С какого-то хера самая сильная Он просто отталкивается руками от земли и атакует ногами И это самая сильная суперка в игре А та самая суперкарафеля, где он крутится туда-сюда как штопор Самая слабая А вот так сюрприз В эфире самая сас... Рубрик программы Галилео, которая называется ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ И появился новый приём «Подсечка» Эдакий суперудар из второй игры, убивающий врага за один удар И пользоваться вы теперь будете именно им, поскольку тот самый суперудар Блин, я всё время говорю, суперудар, то суперудар, это как же неудобно-то Тот самый суперудар на двойное нажатие атаки и прыжка Теперь отнимает ваше ХП С какого-то перепугу Насмотрели всякие «Стрит оф рейджи», понимаешь ли А «Посечка»-то на самом деле хорошее дополнение В детстве интересно было наблюдать за тем, как черепахи, в основном не использующие своё оружие Берут, сука, и насаживают солдата вот на свои мечи И просто перекидывают через себя Ёб твою мать Ты как бы, ну, понимаешь, что они роботы, ну, блин Да, это жёстко Глупо, конечно, смотрятся Донни и Майки в этом плане Потому что они берут и насаживают на палку и нунчаки Ну, ну да ладно И, в принципе, вот вся тактика на уровень выглядит примерно так Бьёмся, как обычно, пока не вышибут всё ХП А на последних делениях лютуем с суперками до победного И из-за этого лично у меня пострадали боссы Поскольку ничем другим, кроме как суперка Рафаэля, я вообще никого бить не могу Роксади, Рафаэль Бычара, тоже Рафаэль Бибов, Рафаэль А можно и Леонардом зарезать? Слэш, Рафаэль, король Маузера, Рафаэль Да всех я постоянно только и затыкиваю этим блядьким Рафаэлем А ведь этот стиль игры, ну, такой себе Одна ошибка, один удар в вашу сторону и вы труп Минус жизнь, фрустрация, отчаяние и выкидывание картриджа до лучших времён Не, игру-то я проходил и не один раз Но вот, если я засяду за вторую игру, то я прям точно знаю, что у меня вот, ну, получится Всё просчитано, всё отточено Осяду я за третью часть и ху**а знает, чем это закончится. Прибьют меня в суперударе, не прибьют. И зачастую в последние годы, когда уже становишься стареньким, древненьким, прибивают. Поэтому Manhattan Project не так сильно любим чисто мной. Я еще раз повторюсь, игра, вот она хороша во всем. Музыка в ней шикарная, тема черепашек, тема шредера. Думали я, она всего лишь для одной игры, нихуя, это фишка и только я об этом знаю. Она играет в самом начальной заставке и в битве с ним, когда он появляется, да, сука? Здарова, бандиты. Да, да, мы отвлеклись, простите. Графика прокачанная, до сих пор идут мурашки от оформленной заставки черепашек в самом начале. Она прекрасна, вот честно, просто порой смотрю ее и все, даже в игру не играю. И вот это, кстати, хорошие слова, в игру не играю. На нее прикольно смотреть, но не тащить. Далее пошла R16-бит, которую я просрал. Моя первая Sega после пары запусков третьего Соника навернулась. И так нормально с играми данной приставки я ознакомиться и не сумел. Пока не пришли эмульгаторы. Turtles in Time. Вот это игра. В ней прекрасно. Нахуй все. Начальная заставка, опять-таки копирующая заставку мульта. Ой, шикарнейший, бесподобнейший саундтрек. Графика, которая просто позволяет тебе поиграть в мультсериал и даже озвучка. Серьезно, я люблю носовские игры. Но скорее больше как ностальгические воспоминания. И перепрохожу, дай бог, только вторую. Ибо умею. А вот черепашек во времени я готов включить хоть в 3 часа ночи и ебать. Тот самый момент, когда в игре практически идеально все. Хотя не... Не-не, подожди, подожди. Скажем так, идеальны первые уровни вплоть до битвы со Шредером. Начинаем на стройке, потом на улицах, затем в канонализации. И, наконец, на Технодроме. И тут просто все кричит мультсериалом. На стройке вы сталкиваетесь с Бакстером Стокманом. Ух, да. На улицах опять вылезают эти Роткилл Родни. Такие же сука надоедливые, прямо как в Нессовских играх. И я, конечно, их ненавижу. Но я обожаю то, как они вызывают мне те самые ностальгические воспоминания по Нессовским играм. В уровне на канализации появляются пицца монстры. Да, сука, у меня была кассета с ними. Я знаю, кто они. Вот это вот чувство, когда ты смотрел серию и видишь вот это говно в игре. И такой... Я знаю. Я... Я знаю, откуда это. А сами черепашки, их внешний вид. А солдаты фут, дизайны боссов. И ты прям вот реально окунаешься в это. А музыка-то какая. Да под нее... Да под нее ебаться можно. Она настолько охуенная. Вы не поверите. Но в этой игре знаете, что еще есть? В ней есть. Где ваш Реддер опять? Да, да. Да, есть она, господи. Только мне одному эта, сука, нужна. Но я реально от этого, блядь, тащусь. Потому что наличием этой темы, она, конечно, появляется только один раз в заставке, когда он там по телеку уступает. Но, блядь, она есть. С ее наличием, игра подтверждает, что все предыдущие игры и Turtles in Time находятся в одной вселенной и связаны. Как бы название Черепахи 4 намекает на то, что это четвертая часть серии, но все равно. Да. Да. Тема Шандра есть. Я ее обожаю. А битва с самим Шандром это пик креатива. Но, надо сначала немножко поговорить по боевку. Боевка и в этот раз претерпела изменения. Солдаты перестали быть двухударными и начали впитывать куда как, ну, больше урона. Че делать? Подсечки нет. А суперудар все так же жжет хп. Да, он тут есть. На помощь приходят захваты. Суть в том, что нанеся удар по солдату, он застынет в позе, будто у него прихватил живот. И пока он стоит и просит у вас Маолокса, вы можете подойти к нему. И в зависимости от нажатого направления, вместе с кнопкой атаки, Черепаха начнет либо долбить его о землю, по-мультяшески, либо кинет прямо в экран. Долбежка о землю. Долбежка о землю это и есть имба этой части. Во второй игре это суперудар. В третьей это подсечка. Total Stuntime. Долбежка. Ладно. Потому что, если другие враги попадут в радиус долбежки, они тоже умрутся до удара. Блин, да почему такое слово дурацкое? Ладно, ладно, мы отвлеклись. И вот, значит, появляется Шреддер. Говорит свою знаменитую реплику о том, что он любит гороховый суп. Разворачивается прямо вам в экран. И что вы должны делать? Правильно. Кидай солдат прямо на него. Это гениальная хрень. За это я реально похлопаю и выпью тут кофейку. Да и в целом-то выпить и похлопать можно за первые уровни. В них всё такое аутентично. Такое знакомое. И хоть в детстве у меня этой игры не было, но играю в неё, ты прям, ну, проникаешься к ней. Ностальгия и к тем самым временам и тому самому мультсериалу ещё пуще. Чего я не могу сказать об остальных уровнях. Они, конечно, тоже хороши. Черепахи путешествуют во времени. Бать. В названии написано. Ну вот на каждом из них появляется какая-то ху**а, которая бесит. Будь то бегущие на вас жирные каменные солдаты, сносящие всё хп в нулину. Или жёлтые солдаты, кидающиеся арбузами. Самые плютые враги вообще. И даже не спрашивайте, почему я не хочу ничего вам объяснять. Игра в целом несложная и одолеть её не составит труда. Но вот лично мне нравится просто проходить первый уровень. Завалить Шреддера и выключить эмулятор, получив свою дозу кайпа и ностальгии по черепашкам. И их безумным приключениям. Которые, увы, на этой игре и закончились на долгие годы. Были игры и по мульту 2003 года, и они тоже были битэмапами, и тоже были хорошими. Но вот если я говорю слова «битэмап» и «черепашки-ниндзя» в одном предложении, то первыми в моей голове всплывают далеко не «черепахи» 2003 года. Хотя я и являюсь фанатом обоих мультсериалов. И вот, на фоне успеха Стридсов Рэйдж 4, Датэму, вместе с Трибьют Геймс, вернуло нам, наконец, «черепашек-ниндзя». О, да, тех самых. Вот прям с порога всё как надо. Пиксельная графика, нарисованная от души. И своя собственная заставка, а не взятая в тупу из мульта. Причём ещё и неплохой кавер на неё сделан. В общем, «Шреддер из Ревенж». Первое, что лично мне было больше всего интересно, это то, какие именно механики разработчики изберут для новой игры. Типа, у нас уже был суперудар, суперудар за ХП, подсечка, захваты и долбёжки. Сука, землю. Или же бросок в экран. Столько механик. Что же они в итоге выберут? Я даже специально не смотрел ни одного геймплейного трейлера и допобедного держал себя в неведении. А вот выбрали они следующее. Значит, есть стандартная серия атак. Стандартная атака в прыжке с ноги, только теперь с улучшением. В виде второго прыжка и второй атаки. У Леонардана, кстати, самая лучшая, а у всех остальных отсылка на снец-игру. Что тоже похвально. Чисто по-фанатски. Но неэффективно. Суперудара того самого нет. Теперь при нажатии одновременно кнопок атаки и прыжка, ваш герой исполнит приём, поднимающий врагов в воздух. И это тоже отличное нововведение. Обожаю, когда в битэмампах можно су-то джаглить врагов и бить до посинения, держа их в воздухе, не давая им сдохнуть окончательно. Да и в целом этот приём полезен против толпы и летающих засранцев. Вернулись и захваты из Total in Time, только теперь намного проще. Вместо того, чтобы оглушать солдата и давать им молокс, просто подходишь к нему вплотную. Вы бы знали, ой, вы бы знали, как мой внутренний фанат ликовал, когда я увидел тот самую долбёжку по земле. Тот самый бросок в экран в новой игре. Да, долбёжка вернулась. Но на этом возвращении не заканчивается. Камбэкнулся и бег из всё той же SNES игры. Только теперь он больше полезен в бою, благодаря атаке на бегу, нежели для перемещения. Есть и атака на бегу, которая была и в SNES игре, и подсечка. Ну, не та самая подсечка, а вот подкатывается под врагов. Это тоже довольно-таки интересно. И что я больше всего оценил, в том самом беге на SNES. Если вы нажмёте прыжок, то чайпаха сделает классный, но бесполезный трюк, из которого потом можно сделать ту самую подсечку. Прикольно, конечно, кувыркаться на уровне туда-сюда, чувствуя себя акробатом и хоть немножко ниндзя, но не более. Так вот, тут они вернули этот бесполезный трюк, этот перекат, и сделали его уворотом от атак. Мать твою, ничего подобного не было ни в одной б***дской игре. Вы постоянно получали в морду. Вы никак не могли себя защитить. Вы никак не могли уйти от вражеских атак. Вы постоянно впитывали в себя их кулачищи. А здесь, нажал кнопку и хоп, пока черепаха крутится, неуязвимость мутится. Прекрасное, шикарное, лучшее дополнение и без того прелестной боёвки. Так вы ещё и представьте себе, атаковать можете из этого самого ворота. Блюс, если вас всё-таки ударит, то не надо ждать полчаса, пока черепаха встанет. Боже, как же это бесило в той же самой сцене с игре. Там вот такие проработанные анимации, и если, б***ь, тебя отпи***дят, то черепаха отлетит на пол экрана, упадёт смешно, потом перекатится ещё, тоже смешно, и будет полчаса вставать. Здесь, если вы всё-таки ударили, и вы упали, то вы можете нажать ту же самую кнопку ворота, и черепаха моментально перекатится, и встанет. Ну, за***ись, ну, ну, за***ись же. Я забыл упомянуть про зажатую... Я забыл упомянуть про атаку с зажатой кнопкой. Я забыл упомянуть... Я забыл упомянуть про сильную атаку по зажатию кнопки. Всё. Получается, ну, просто охрененный коктейль. Комбинируя всё вот это, простые атаки с атакой на бегу, и сильные атаки по зажатию кнопки. Той самой подсечкой, атакой из-за ворота, с последующим подбрасыванием, получается такая сочная боёвка. О, брат. Где вы можете пинать, наказывать, джаглить трупы ваших врагов, получая неведомый кайф. И последнее нововведение, это здешний суперудар, работающий как АОЕ по заполнению шкалы, и никакой тебе в задницу утраты хп. Заполняйте шкалу либо ударами по врагам, либо моментально исполнив анимацию насмешку, и активируйте её. В игре на четверых или шестерых игроков начинает ну просто дождь и супер, без экрана загажены, и это прекрасно. Ну все обоспались. Сколько суперок надо, да. А если ещё и пойти по сюжету, а там есть прокачка у шуперснажа, представьте себе, которая прокачивает вам хп, и дополнительные суперудары, которых может быть аж целых три штуки. Вы просто представьте, четыре игрока, у каждого из которых по три суперудара, и это... О-о-о-о! Насрали, насрали! Насрали, насрали суперударами! Как и в третьей игре, как в Tootles and Tyme, все черепахи отличаются статами. Лео самый сбалансированный, RAW сильный и быстрый, но радиус так себе. Майки так и сяк, а Донья, как всегда, им боёвка за свои длинные палки. Донателло? Ёбарь по жизни. Оружие при нём, Айфону при нем Появились и новые персонажи Ну, как новые Старые, но в рамках битмапов Все-таки новые Именно битмапов, а не файтингов Это тоже надо учитывать Значит, появилась Эйприл Которую похищали все, кому не лень Но теперь она вдруг может за себя постоять Что, как бы, конечно, хорошо Современно, прогрессивно Но никогда не вяжется с ее образом Из мультисериала Да и в кое-чем еще не вяжется С ее образом Вот я тут такой, да, образ не тот Дизайн поменяли А за нее играть прикольно Не, ну реально, она быстрая Комбо набивать одно удовольствие Да и запуск врагов в воздух у нее Самый лучший с еще дополнительными ударами Мастер сплинтер Черепашку можно играть за сплинтера За которого поиграть-то прикольно Особенно, когда всякие журналы рассказывают вам про то, что в него Можно было поиграть еще и в старых играх Но на самом деле, такого не было Но опять-таки, образ из мульта страдает Ведь в него он представлен таким же Пожилым мастером И скорее, да и духовные Мудрые советы Нежели идет кого-то убить самостоятельно Не, были, конечно, серии Где сплинтер выходил с черепахом Сражаться со злом Но все-таки Образ мудрого наставника Ему подходил больше И поэтому в игре Я его толком-то и не распробовал Да, и я сейчас не хочу Ну и последний Открываем персонаж Кейси Джонс Который в старом мульте Я был психом Типа, карателем, выкрученного на максимум И играть за него в игре Ну просто одно удовольствие Статы ебнейшие Клюшка у тебя в заднице Сильный как тварь Дикий как зверь Одним словом Жень, ты посмотри на меня Я клюшками бью роботов Я бью всех Я уже передасыщен Я за женщиной детей Сюжет незамысловатый Тут даже и претензий никаких нет Все как надо Телек Новости Ба Появляются злые дни И что-то там творятся Статуи Свободы Ай да, разбираться Замусство Статуи Свободы Это понятная отсылка на SNES-игру А вот первый уровень Job Breaking News Уже может быть отсылкой на вторую часть Ибо место действия разворачивается В здании шестого канала И не знаю как вам А вот мне всегда казалось Что горящие здания Из NES-игры Это и есть Тот самый шестой канал Хотя, хрен он знает Может пустая общака какая-то Ну а если притянуто за уши То в самом начале Нас встречают Тот самый бур Который уже Ни с чем не спутаешь Подробно о всех локациях Я говорить не буду Уйдет много времени Мы уже достаточно долго пи***ем Поэтому Перечислю лучше то Что мне в них понравилось И какие отсылочки Я уловил Ну начнем как бы с того Что сама карта На которой вы выбираете уровень И является отсылкой на Да-да Да-да Ту самую Первую игру С видом сверху Я хоть ее И не особо люблю Прям Ну не особо Ну не особо Но отсылку заценил И Улыбнулся Да-да Это было прикольно Во втором уровне Название которого Уже является Отсылкой на SNES-игру Помимо Самого лучшего Начала Эвер Да Выдирай Этот Сраный Приемник Выдирай Есть Едущие машины Прямо Как Во второй части На парковке Третий уровень Весь Является отсылкой На аналогичный уровень Из второй игры Тут даже ездят Те же самые Кадиллаки С футами И те же самые Мотоциклы Что так же Встают на дыбы Господи В то время как Боссом выступает Машина Бибопа Из третий Блять Это просто Охрененный Ностальгический Микс Четвертый уровень Отсылается к играм А скорее к Мультсериалу Серии про похищение Зверей из зоопарка Как раз таки Вот этот самый Носорог и кабанчик В которых превратятся Бибопа Рокс И пробегают Здесь пару раз Боссами Здесь кстати Выступают Те самые Бычара Граундчак И дёртбак Что были оба В третьей части Но на разных локациях А теперь Битва с ними Двумя Одновременно И довольно Плотно Пятый уровень Просто канализация Без изысков Тут скорее Можно подвести К тому что Музыка Фактализации Во второй части И в третьей Всегда была такая Знаете Довольно Грустненькая Немножко Меланхоличная И здесь Тоже Немножко Такая вот Выдержанная В этом стиле Что конечно Можно приплесить За отсылку Но Ну такое Самая Видная И очевидная Отсылка Здесь Это Разбитая Машина Красиного Короля Из SNES игры Реально Как увидел Так сразу В голос Вот сразу Видно Что игру Делали фанаты Не жадная Компания Которая уже Срать на своего Персонажа А настоящие Преданные фанаты На шестом уровне Помимо самого Факта Что мы деремся В торговом центре Магнит Вкусная И точка Ёпта Понравилась Отсылка Опять таки В боссе Здесь им является Темпестра Тоже злодей Из мультсериала Не фигурирующая В играх Но вот Тех кого она призывает С помощью своих сил Как раз Такие фигурировали Это только Ирахзар Что были И в третьей части И в Туртлс Интайм И опять таки Одновременно Братим за шквар Не зайдись В чем ты выстрел И раз уж я все О боссах Да о боссах То давайте Уже о них и поговорим Все равно дальше По игре Прям таких интересных Отсылок я лично Для себя не уловил Скажу так Боссы меня И порадовали И немного разочаровали Порадовались Сложностью Которую нынче Днем с огнем Не сыщешь Боссы в Шреддерс Ревенш Реально дают прикурить И кажется Будто выработать На них тактику Ну нереально Пока вы не обучитесь Прелесть им Того самого ворота С воротом Все становится Понятно и просто Паттерны заучиваются Атаки доджатся И боссы проходятся А вот разочаровали Меня тем Что Нету темы Шреддера Ну камон Она была во второй игре В третьей На Сеге Из опер Нинтендо И я ждал Что она будет и здесь Но нихрена Нихрена Где моя Нету его тут Вместо нее Вместо Играет Впрочем По не спешим Музыка Это отдельный разговор И давайте уже О ней поговорим Она перебятая Но просто На космическом уровне А как иначе Ведь у руля стоит Тот самый Ти Лопес Что писал сантрек Для Соник Мани И в этот раз Мужик просто Превзошел себя Тема шестого канала С темой шестого канала Заводной саунд На улицах Нью-Йорка Под которой вновь Можно ебаться Ролина Бродвей Я просто охерел Когда услышал Сука Рэп На уровне Черепаших Ниндзя И это вообще Не выглядит неуместно Или глупо А наоборот Очень даже в тему И задорно А когда начался уровень На летающих досках И пошел в вокал Я умер Я умер Вот вообще Не могу описать По-другому Умер И родился Заново В 80-х Такой Пи***атый Ностальгичный Трек Мастерски Передавающий Поху Аплодирую Стоя Из гроба Субтитры На той самой карте Отсылающей на первую игру Играет прикольная музыка В которой Набибикивается Тема черепах Это было прикольно Но что было еще больше Прикольно И необычно Это новая тема Технодрома У Технодрома Всегда были лучшие треки Из игр Но это Техно-тема Однозначно Теперь занимает Одно из первых мест ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серьезно Никогда бы не подумал Что добавление вокала На битмаповские уровни Это такая Классная вещь А вот тема босса Совсем не цепанула Ну типа Просто музыка Никаких отсылок нет Ничего не узнается Нее Зато где Сука отсылка есть И что узнается Так это тема Битвы с Крэнгом Которая является РЕВИКЗОМ ТОЙ САМЫЙ ТЕМОЙ В 2-й и 3-й части Я как услышал И тут появляется шрэддер Предвкушаю я услышать вот это А получаю Это конечно прикольный реп И как бы в принципе необычного Реп на босс битвы с Шрэддером Возвращаемся во времена Черепашек Ниндзи 2, гоу ниндзя гоу. А он сам-то при этом Шреддер, как и Крэнк, прям, ну, сыплют отсылками на старые игры. Шреддер тут и призывает своих клонов, как во второй части, Крэнк разделяется надвое, как в третьей. Ну, я ждал ту самую. А вот не завезли. Ну, я всё равно доволен. Потому что завезли кучу всего другого. И я просто, ну, я не могу злиться на эту игру. И что же я могу сказать по итогу? TMNT, черепашки Шреддерс Ревенш, это игра-подарок. Знаете, одна независимая... Независимая, независимая. Одна неназванная компания на 31-летие своей франшизы подгоняет подарочек в виде старых классических игр, в которые уже все играли, в которые уже все заебали, только с минимальными улучшениями. И за 2 800 рублей, сука. За классику. За старые игры. А вот Дотэмул вместе с трибютами берут и хуярят новую, охуенную игру, которая сама в себе содержит просто тонну отсылок на эту самую классику, при этом всё ещё оставаясь хорошей и свежей игрой. И всё за жалкие 500 рублей. Вот это я называю подарком для фанатов. Да, они без изъянов. Да, игра порой кажется затянутой, если прям тащить от начала и до конца. Да, мерзкие трицератоны бесят, а двойные боссы имеют без смазки. Да, в шестером играть довольно накладно, ибо на экране происходит лютая каша. И да, они испортили формы Эйприл. Той самый Эйприл из мультсериала 80-х, фанатом которого уже давно за 40. Но все эти плюсы, шикарная графика, шикарный саундтрек и отличная боёвка кроет напрочь всевозможные минусы. И к игре хочется возвращаться снова и снова. Будь то в одиночку или с друзьями. Возвращаться в детство. Возвращаться к воспоминаниям о тех самых временах. А разве не это главное? Ну, а с вами был Сумочкин. И помните, помните игры своего детства. Я хочу компиляцию тайм-кодов каждый раз, когда Сумкурию не дали зарядиться. И потом из этого сделать монтаж. Да. Да, чёрт! Deep Dark Fantasy, мы поняли. Эй, увлечу. Да, блядь! Да, блядь! Да, блядь! Да, блядь! Да, блядь! Да, блядь! Я чё в тоху играю. Блядь! Это Storm Eagle. Да, блядь! Я не п***ю тебя в рот. Мама, ты не поймаешь, я гуляю! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова